Всем привет, с вами Тома, и в этом видео я хочу рассказать немножко о втором томике комиксов My Little Pony, который выпустила у нас издательство Фабрика Комиксов. Напоминаю, что я уже рассказывала про первую книжечку, и сейчас уже вышла вторая. Первая у нас была про первых четыре номера комиксов, про Кризалис, объединенная общая арка, и второй, второй томик у нас про Nightmare Rarity, моя, наверное, самая любимая арка в этих комиксах, ну, почти самая любимая, ну, из первых она точно была самой классной. И книжечка у нас в этот раз более в голубеньких тонах выполнена. Сразу скажу, что она есть в магазине Фабрики Комиксов, в интернет-буфет, там она 540 рублей, если я правильно помню. Также ее можно найти и в других магазинах, в том числе в книжных магазинах, в интернет-магазинах типа Озона, но там цены могут быть выше и 600, и 700, и 800 рублей, в общем, несмотря, как найдете. Само издательство находится в Екатеринбурге, поэтому тем, кто живет в Екатеринбурге, конечно же, книжка будет обойдется только в стоимость самой книжки. Мне она досталась бесплатно, потому что я в очередной раз была в группе консультантов, вот это доказательство. Мы помогали с переводом, искали различные недостатки в именах, названиях, локациях, стиле речи и прочее, чтобы книжка получилась более похожей на то, к чему привык наш фэндом. Форсация в этот раз голубенький, в прошлый раз был милорозовый, в этот раз книжка такая вот более голубенькая. Видите, тут у нас была все розовенькая-розовенькая, сейчас она более голубенькая. Вот, и давайте мы полистаем внутри немножко. Так, ну маленькую пони, дружба это чудо, это понятно. В этот раз у нас снова представление персонажей, на всякий случай, если у дракона забыли. И сам комикс у нас, немножко пару слов скажу про эту арку, это у нас комикс о возвращении духов кошмаров. То есть, как вы знаете, Луняша у нас не просто сама по себе стала Найтмер, а Найт, она Найтмер Найт, Найтмер Мун. Все же, снимала просто сейчас мини-фигурки по Найтмер Найт, как видите, по оформлению. Вот, и у меня она так и осталась Найтмер Найт, да. Найтмер Мун у нас образовалась из луны, которую заразили духи кошмаров. И вот про эта арка. Начинается с того, что поняшкам снятся кошмары, они там собираются выяснить, почему им снятся эти кошмары. И, да, заканчивается это печально. Да, да, очень мило, очень классная рисовка в этих комиксах, меня всегда очень умилело. Заканчивается это печально тем, что духи кошмаров забираются, вы не поверите, рейрити. Да, они забирают рейрити, девочки пытаются ее спасти, да, но они, ну, не, да, вот этот кадр мне всегда очень нравился, вот этот. Короче, но у них это не получается. Вот. Как всегда, достаточно много забавных ситуаций смешных. И духи кошмаров забирают рейрити на луну внезапно, и девочки должны ее спасти. Ну, и дальше, собственно, приключение, объяснение про то, что такое духи кошмаров, как они заразили луняшу. Луняшу, луняша, вот, и еще самая главная особенность, в этом комиксе нам показывается такая, ну, считайте, каноничная версия, почему в конце первого сезона, в конце первых двух серий первого сезона Луна выглядела вот так вот, да, то есть, когда ее освободили от чар духов кошмаров, она выглядела таким образом, она была такая с карой, с синим, с голубым, да, а потом уже в четвертой серии второго сезона она уже к нам приехала во всем своем великолепии, выглядела вот так вот, да, и, собственно, в этом комиксе видно это преобразование. То есть, его можно считать фактически каноничным, почему она так преобразовалась, что этому послужило, я не буду вам рассказывать, потому что будет неинтересно читать, вот, но вообще очень много построено вокруг не только спасения Рерити, но и переживаний Луны по поводу того, что она сотворила, пока была одержима духами и прочее, прочее, прочее. Также хочу отметить, что в комиксе очень классная цветопередача, я хотела это сказать еще в первом томе, но забыла, но здесь отчетливое это видно, потому что очень большая часть комикса выполнена в темных, синих и фиолетовых томах, для печати это, в принципе, сложно передать, знаю по опыту, вот, и, как видите, цвет совершенно четкий, насыщенный, очень рада, что хорошо вышло из печати, потому что реально очень много вот таких вот темных полуночных кадров, действия происходят либо ночью, либо на Луне, где тоже все темно, это вот Майкер Рерити, кстати, очень классный тоже дизайн персонажа, вот, и мне очень понравилось, что комикс справился с цветопередачей, все смотрится достаточно очень здорово и читаемо, вообще очень классно, всем, конечно же, рекомендую тем, кто любит комиксы, в общем, сама арка очень такая насыщенная и яркая, и события в ней, опять-таки, мне, ну, как, интересными показались, да, советую, советую, здесь же, кстати, знакомят с жителями Луны, которые там были, и это, по-моему, у нас потом еще отразится в выпуске, там, где у нас было про злодеев, там был отдельный выпуск про Nightmare Night, и там же были эти жители Луны, ну, может быть, не конкретно эти, но там тоже было про жителей Луны, в общем, комикс вообще зачетный, мне эта арка нравится больше, чем первые прокрызались, так что рекомендую, и в конце у нас, как всегда, галерея, здесь в галерее подобраны рисунки с обложек этих комиксов, тут 4 комикса, напоминаю, собраны 5-8, и других обложки от авторов издательства, тоже очень классные, красочные, дизайн, конечно, Nightmare Rarity вообще шикарный, даже считаю, дизайн одним, может быть, из даже удачных в сериале, может, даже удачнее, чем самая Nightmare Moon, Nightmare Rarity, по-моему, вообще шикарная женщина, вот, такие дела, ну, заканчиваются, в общем, да, галереи, так, еще два рисунка, это такой, типа, бонус частичной обложки, потому что тут все у нас под одной обложкой фактически получается, и мы лишены ряда обложек, потому что каждый номер в оригинальной серии комиксов выходил с нескольким вариантом обложек, ну, и тут вот какие-то из них собраны, еще раз напоминаю, что книжку уже можно купить в интернет-буфете фабрики комиксов, ссылочку я оставлю в описании, также в других магазинах книг, и, наверное, может быть, уже скоро можно будет заказывать следующий третий том, куда войдут 9, 10, 11, 12 выпуски комиксов, там две арки по два комикса, но работа над ними еще ведется, и, честно говоря, не знаю, когда она точно поступит в печати, возможно, до нового года, возможно, уже после, но, в общем, в любом случае, следите за группой издательства, за сайтом издательства, там вся информация о книжках появится, у них она 540 рублей, сейчас напоминаю, в книжных магазинах будет чуть-чуть дороже, но там смотрите просто по доставке, возможно, то на то и выйдет. Надеюсь, это видео было вам интересно и полезно, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, с вами была Тома, пока!